теперь мы на спорте новый 2022 год программа на спорте начинает без раскачки так сказать с тяжелой артиллерии всем привет меня зовут антон погудин сегодня у нас в гостях президент она центр поддержки и развития силовых видов спорта силовятки андрей кириллов андрей петрович здравствуйте добрый день давно хотел вас пригласить сейчас подвернулась такая тема как раз поговорим о силовых видах спорта предлагаю начать наш разговор с подведения итогов прошлого 2021 года каким он выдался для центра который вы возглавляете можно ли сказать что год был удачным урожайным на медали на победы да безусловно год был очень хороший год был очень удачный медалей было очень много побед было тоже очень много были рекорды мы конечно этим очень гордимся и пишем у себя в группе постоянно а вот что больше всего запомнилось каких успехов добились и не знаю каким-то дольше и дольше шли вот что-то наиболее такое отложилось в памяти какие-то турниры победы ну мне даже трудно наверно выделить какой-то турнир так чтобы которому которому мы особо готовились безусловно конечно это же наш ежегодный фестиваль спортивного мужества силовятки мы к нему готовимся каждый год и целый год поэтому скорее всего да что касается федерации масс-вестинга которая кстати и руковожу мы значит участвовали в привозском федеральном округе победили там мы взяли там два первых места одно второе и одно третье место и прошли отбор на чемпионат россии где тоже выступали в этом году а как если сравнивать с предыдущими этапами это намного лучше это примерно на том же уровне выступили или наоборот прыгнули выше головы ну что касается масс-вестинга это вообще впервые федерация у нас зарегистрирована только в этом году поэтому это наш первый год и сразу вот он такой успешный мы были отобраны чемпионат россии где выступали там мы конечно не заняли ни одного призового места потому что мало опыта и мы были не так подготовлены но тем не менее все равно с первого раза попасть на чемпионат россии скажем так это достаточно большой высокий результат а уж я думаю там побороться за медали наверное удастся уже в двадцать втором году там никогда будут следующие турниры наверно так достаточно неплохой успех хороший да это круто а на будущий год мы уже ребятам пообещали что мы заберем вырубим у них эти медали и приедем с медалями смотрите ведь соперники тоже будут уже знать к чему готовится соответственно ваш уровень тоже знают и будут знать что сборная по масс-рестлингу из кировской области это достаточно серьезный такой соперник который может составить хорошую конкуренцию у них нет шансов мы нацелены только на победу мне нравится ваш настрой честно говоря давно такого не слышал иногда приходят гости говорят да мы поборемся за победу может быть постараемся взять медали ну вот с такой уверенностью что у соперников нет шансов мы выруем выруем ее обязательно готовясь к программе честно говоря едва не опоздал на запись потому что по большому счету залип в вашей группе центра поддержки и развития силовых видов спорта силовятки сейчас объясню почему во первых удивился был приятно удивлен что в группе очень много публикаций например в декабре ну я насчитал больше двадцати по моему публикаций практически каждый день выходит что-то у вас происходит здесь готовитесь к новому турниру здесь подводите итоги то есть достаточно большая активность ну да работа в конечно у нас ведется мы должны рассказывать и себе своих спортсменов иначе нам будет трудно привлечь к себе внимание но все-таки необходимо да приходится много работать безусловно ну я наверное от себя добавлю что мы стараемся так сказать вывести из тени и масс-рестлинг и силовые виды спорта как постараться о них почаще разговаривать потому что но мне кажется что они так немножко несправедливо забыты и обделены вниманием со стороны сми со стороны общественности поэтому как можем стараемся про вас говорить освещать поддерживать да насколько это возможно я вижу что действительно о нас говорят о нас рассказывают и мы в том числе тоже стараемся намного чаще чем приходится говорить о себе рассказывать показывать как это интересно и мы очень много проводим мероприятий среди детей вот совсем недавно проходили у нас маленькие такие мини турниры по арм рейтинг и масс-рестлинг как раз среди детей вот такой такой предновогодний подарок для детей очень было интересно ребята заслужили свои награды медали все были очень довольны как раз масс-рестлинг и запомнился ребятам больше да в связи с этим сразу возникает вопрос насколько популярен масс-рестлинг в среде подрастающих среди подрастающих кировчан насколько вот они активно интересуются этим видом спорта идут занимаются им или наблюдается как в некоторых видах спорта наблюдается некий дефицит молодых спортсменов опять же хочу сказать что мы работаем уже так более активно первый год и отследить мне кажется труднее наверное но дети все-таки больше активно участвует им это очень нравится подходят сначала как какому-то развлечению потом понимают что все-таки да это трудно к этому надо готовиться нужно тренироваться но детям наверно больше нравится я как раз на них и рассчитываю что как раз из них появятся новые чемпионы поэтому больше внимания уделяем детям мы работаем в иранском районе мутнинском районе в направлении масс-рестлинга и уже прошли там турниры первые турниры как раз сняли буквально у меня с языка вопрос по поводу того насколько районы кировской области встроены вот в масс-рестлинг регионы или наоборот центр масс-рестлинга находится в областном центре ну пока еще работа не поставлена на должный уровень но мы идем к этому у нас уже с сплотилась команда определенная у нас есть уже квалифицированные тренеры по масс-рестлингу есть кому обучать есть кого обучать пока я не скажу что где-то вот такой прям там центр организован ну все думаю будет 2022 году все будет уже поставлено на больше поток но тем не менее такие уже маленькие но уверенные расточки в районах области они намечаются да и есть среди молодых людей много ребят которые прям подают надежды и причем даже среди девочек и мальчиков и девочки показали хорошие результаты они прям запомнили всем читателям нашей группы кто заходит на силуэтки и видят что очень много информации как раз про детей девочек как они активно участвуют как раз хотел вас еще про девочек спросить то есть получается а силовые виды спорта и масс-рестлинг ну уже давно наверное нельзя назвать только мужским видом спорта это увлечение и мальчиков и девочек мы видим статистику по нашим мероприятиям как раз силоветки вот фестиваль спортивного мужества показал что примерно 20 процентов участников это девушки и женщины это достаточно много для силовых видов спорта это достаточно много то есть получается каждый пятый участник ваших соревнований ваших турниров это девочки и девушки женщины практически да ну очень даже неплохо потому что в других видах спорта зачастую бывает что там 80 85 процентов это бывает мужчина у вас плюс-минус уже более такой ровный состав как раз заговорили мы о вашем паблике почему зачитался потому что есть несколько историй спортсменов которые принимают участие в турнире силовятки мне кажется вот на таких примерах которых вы сообщаете да у себя в паблике и как раз строится любовь к масс-рестлингу и к силовых видов спорта ну и соответственно новичкам есть на кого стремиться на кого уравняться кого можно назвать вот в масс-рестлинге в силовых видах спорта такими локомотивами и людьми за которыми стоит тянуться и стоит наблюдать и стоит брать пример да наверное вот из последней информации которую я выкладывал это мы участвовали в чемпионате города котельнич где как раз в нашей команде в составе нашей команды силовятки мы везде участвуем именно силовятки вот принимал участие крутихин андрей леонидович чем он запомнился во первых он очень спортсмен легковес во вторых не буду говорить о его возрасте но спортсмен слегка за 50 он значит занял первое место он потянул штангу весом 202 с половиной килограмма как сейчас я помню и пожал штангу 125 до 125 с половиной килограмм если я опять же тут не ошибаюсь вот это первый президент федерации пауэрлифтинга в кировской области закончил он карьеру в 2007 году дальше уже другие люди восклавляли но тем не менее это такой корифей пауэрлифтинга и мне было очень приятно что мы с ним познакомились что он состав нашей команды вошел и выступил еще бы хотелось отменить вернее отметить генералова сергея юрьевича которому 62 года тут я уже смело могу сказать о его возрасте и он выступает на соревнованиях и причем занимает призовые места вот на кого надо равняться и кем нам надо гордиться я еще для себя выписал еще две фамилии это дмитрий юмшанов который выступал на седьмом чемпионате мира где занял первое место в дисциплине строгий подъем о нем пару слов расскажите чтоб не отбирать у вас хлеб дима да это уникальный человек это человек которому врачи поставили неутешительный диагноз но в общем то он человек который был обречен на инвалидность но он выкарабкался из этого состояния принимает участие в соревнованиях но к сожалению вот буквально на днях он травмировал руку сломал руку но убеждает нас что он к февралю снова восстановится и опять станет в ряды я думаю что с его силой воли с его характером вполне быстро залечит травму вылечит руку с растет и и даже не сомневаясь перелом не будет давать о себе знать и еще у меня отметил как раз вопрос о женщинах наташа наталья мочелевская которая покоряет вершины жима штанги лежа тоже достаточно такой яркий пример наталья мочелевская это мой большой друг мы всегда с ней встречаемся на разных мероприятиях очень много беседуем это уникальный человек она из перми всегда приезжает к нам на наши соревнования рекордсменка элита пауэрлифтинга это просто человек который девушка которая жмет вес штанги такой который не всем мужчинам даже под силу я всегда очень радуюсь когда мы с ней встречаемся и я удивляюсь ей честно говоря как раз заговорили о дружбе регионов конкретно наталья из перми насколько я знаю вы уже говорили вернее про февраль что к февралю у нас дмитрий юмшанов должен восстановиться от травмы не случайно ведь вы про февраль сказали потому что насколько я знаю именно на февраль запланирована очередная сила ветки это ежегодный фестиваль который как мне скажем так сказали наши представители федерации пауэрлифтинга это будет одно из самых крупных мероприятий зимы 2022 года почему еще спросил про регионы интересно узнать во первых кто бы принимать его участие в этом фестивале будут ли гости из других регионов а может быть кто-то приедет из вообще из-за рубежа из-за рубежа к нам третий год пытается доехать команда из казахстана но ввиду пандемии то одни проблемы то одни причины не дают пробраться ну вот в 2022 году прям говорят что мы приедем во что бы там ни стало и обязательно примем участие команда из казахстана у нас опять же вот в нашей команде принимает участие уже не первый раз шаон майну это спортсмен из бангладеш это студент да он учится в нашем кировском государственном университете мы как-то притерлись подружились и вот выступаем вместе поэтому это не просто уже чемпионат области или россии это уже межнациональный чемпионат в рамках фестиваля спортивного мужества и он и открою секрет не только казахстан возможно что придет придут спортсмены из беларуси мы опять же на это очень сильно надеемся крымчане хотят приехать очень надеемся тоже что они у нас будут это очень сильные спортсмены ну опять же те же студенты из других стран хотя тоже принять участие ну и получается что этот фестиваль это не столько соперничество не столько борьба за победу сколько встреча старых друзей и общение перенимание опыта друг у друга наверное так да это так все отмечают что у нас особое настроение к нам люди любят приезжать спортсмены да как старые друзья чтобы просто пообщаться по посоревноваться но тем не менее приезжают спортсмены высокого уровня и показывают очень хорошие результаты такие как например николай пышменцев приезжал к нам это тоже рекордсмен который выступал в америке в олимпии занимал первые места не так много времени у нас остается до окончания программы но тем не менее успеем немножко еще поговорить про 2022 год вы уже сказали про фестиваль силовятки какие еще турниры фестивали планируется провести потому что так ярко начать год с такого крупного фестиваля ну за ним наверное следует должно следовать такое яркое продолжение да безусловно значит на 2022 год как и на 2021 год она запланирована два крупных фестиваля это как олимпийские игры буквально летний фестиваль и зимний фестиваль летний фестиваль это вятская жара который проводили 2021 году впервые и он прошел успешно и на ура мы его проводили на пляже города кирова на большой сцене очень красиво прошел очень запоминающийся и я думаю что 2022 пройдет точно точно также это точно также будет красиво точно такие же спортсмены большие огромные приедут к нам приезжали из архангельской области опять же мы собрали география очень большая этого летнего фестиваля думаю что 2022 году будет тоже самое я надеюсь что 2022 год для силы вятки для масса рестлинга для до для масс рестлинга будет не менее удачным чем 2021 год желаю вам новых побед новых успехов приходите к нам в гости потому что спортсменам с таким оптимизмом рассказывающим о своем виде спорта мы всегда рады я напомню что в гостях у программы на спорте был президент она центр поддержки и развития силовых видов спорта силовятки андрей кириллов меня зовут антон погодин большое спасибо до свидания большое спасибо